Редактор субтитров А.Семкин По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Начинается программа «Диагноз недели» в нашей студии после некоторого перерыва. Резник Мартов, врач-психиатр-психотерапевт. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня такая, я бы сказал, глобальная тема об ожиданиях и разочарованиях. Что же за этим скрывается, что за этим стоит? Начну с двух историй из моей жизни, из моего опыта. Одна такая, попроще. Сколько-то лет назад меня позвали в эфир одной из рижских радиостанций. Причем со мной как-то ведущая, ну, скажу, а знаешь, что будет такая-то тема? И мы начали разговаривать в эфире. И ведущий начал задать такие вопросы, явно ожидая от меня каких-то утвердительных, подтверждающих ответов. Но поскольку мы с ней были разных точек зрения, я отвечал так, как считал правильно. И я заметил, что прямо в эфире она одновременно и растерялась, и рассердилась на меня. Она начала со мной запальчиво спорить. Говорит, ну, как же так? Ведь все совсем по-другому. Это был короткий эфир достаточно. И когда он закончился, она сказала, ну, я же думал, что вы скажете совсем другое. Я говорю, ну, простите, если вам нужны были мысли, созвучные только вашим, то зачем был нужен я? Если он уже как подтверждение вашего мнения, то он хотел бы спросить меня изначально, что я по этому поводу думаю. Ну, вы же даже не удосужились это сделать. И она все еще сердилась. Ну, как же так? Ведь это же очевидно, что она права, и что другая точка зрения или неправильная, или вообще быть не может. И как-то мы расстались недовольные друг другом. Вторая история несколько мрачнее. Это было еще раньше, когда я много лет назад работал в психиатрической больнице. И в отделении, в котором я начинал работать, находился психически больной человек, которому было назначено принудительное лечение. Он совершил несколько убийств. Он убил несколько женщин. И когда мы с ним разговаривали, я спросил, а почему вы их убили? Говорит, ну, женщины все проститутки. Они должны были исполнять свои обязанности, они отказывались их исполнять. За это я их и убил. То есть, он восстанавливал справедливость. Обманули ожидания. От женщин было ожидаемо вот такое вот поведение. А поскольку они были другого мнения по этому поводу, он кого-то убил, кого-то пытался убить. В итоге его, к счастью, задержали и назначили ему лечение. Вот о чем эти две, вроде бы, не схожие истории? О том, как люди, да, наверное, и мы сами к себе присмотрим. Сейчас стоит начинать с себя. Мы очень часто чего-то ожидаем от кого-то, соответствующих мыслей, совпадающих с нами, или действий, совпадающих с нашими ожиданиями. Ну, в общем-то, у нас и мы этот мир пытаемся втиснуть в рамки своих представлений о нем. Я сразу вспоминаю «Унесенный ветром». По-моему, там даже, по-моему, есть такое выражение «Синдром Скарлетта», там, где, ну, вот она придумывает себе идеального возлюбленного Эшли, который не соответствует, ну, как бы ее, понимаем, вот ее мир рушится из-за того, что она ждет, что он будет таким, а он, ну, не хочет быть с ней. То есть она ему, ну, не то чтобы не нравится, но он нашел себе другую женщину, вот Мелани. И это вот для нее крушение мира, потому что она придумала себе в уме, вот решила, что это будет тот самый человек. Это хорошая история, потому что, в общем, когда мы кого-то любим, мы его практически всегда идеализируем и наполовину додумываем, выдумываем. Когда приходит вдруг разочарование, романтический образ, и живой, реальный человек, как очень отличаются друг от друга, начинается очередная трагедия. Некоторые из трагедий воспеваются в литературе, кино и так далее, большинство проходят незамеченными для всех, кроме непосредственных участников. Но давайте попробуем понять для начала, откуда берутся эти представления о людях, о мире и так далее. Естественно, мы эти вещи строим сами из себя. Есть такой очень простой и интересный тест в психологии, когда человеку говорят, придумайте живое существо, которое на свете не существует. Не воруйте чьи бурашек из мультиков, придумайте свое живое существо, нарисуйте его, придумайте его название и расскажите о его характере, о том, как оно живет и так далее. И когда люди это создают, они создают это животное из самих себя, из своих эмоций, из своих фантазий, из своих мыслей. И когда мы потом начинаем этот рисунок разбирать, люди удивляются. Сейчас сама первая фраза, что вы, наверное, понимаете, что нарисовали сами себя. Человек сейчас очень теряет. Мы начинаем это существо разбирать, и люди понимают, как много у них общего с этим созданным. Но это двумерное существо, нарисованное на бумаге, и никому вреда оно не причиняет. Всё куда сложнее, когда мы опять из своего опыта, из своих отношений с кем-то, из своих сознательных и бессознательных составляющих, пытаемся создать живого человека. Мы все помним историю про чудовище Франкенштейна, и чем это закончилось. Но там хорошо, там из трупов создавали отдельного живого человека, и тот оказался разочарованием, и в то же время его создатель оказался разочарованием, от чего и пострадал. Но мы создаём свой опыта, мы в этом не виноваты. Мы можем пользоваться только тем, что строим материал, который у нас под рукой, только то есть мы сами. Исходя из этого, мы чего-то ожидаем от своих друзей, от своих коллег, от своих детей, от своих романтических партнёров. С этим сложнее всего, влюбляясь, мы их очень видим несоответствующими реальности. И когда всё это начинает выдерживать проверку реальностью, там и начинаются проблемы. И каждый человек создаёт эти картинки по-своему. Есть люди, которые, скажем так, готовы, что всё пойдёт не по плану. Есть люди, которые понимают, что по плану пойти просто не может, потому что мир сложнее, чем наши о нём представления, и другие люди сложнее. И эти люди совершенно не должны отвечать за наши фантазии о них. Ну и, в общем-то, немало людей, которые гибко к этому подходят. И когда выясняется, что мир не соответствует ожиданиям, люди начинают менять свои ожидания. Люди понимают, что чего-то они не поняли, что что-то они неправильно изложили, требуя чего-то от своего другого человека, и начинают это менять. Ну, что большинство людей, особенно когда они молоды, свойственна та самая гибкость. Гибкость психологическая, гибкость физическая. Понятно, что сесть в шпагат, когда тебе 10 лет, намного легче, чем когда тебе 40 или 50. С психологической адаптацией то же самое, потому что вообще наше взросление – это процесс адаптации себя к окружающему миру. Назвонок? Да. 6-7-212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Рад вас слышать. Знаете, вот что интересно? И что интересно? Мы когда кончали школу, там даже песни были, молодым везде у нас дорога, старикам пасет. Кто-то там кончил институты, и в основном вот кто кончил институты, и заводы, и всякие разные эти институты, которые исследовательские. Оказывается, оклады нам давали маленькие, никто нас не ждал. А в основном нас вот то картошка, то база, то еще что-то такое. То есть ожидания не сбылись у очень многих. И вот кто-то спился, кто-то просто успокоился. Понимаете, вот тут было ожидание на уровне уже государства, что государство нам обещало золотые горы буквально и на руках носить, а тут оказалось совсем другое. Разочарование очень большое у многих. Спасибо. А я вот хотел добавить Ларису, просто она предвосхитила мой вопрос. Ведь разочарование, вот если на уровне каком-то таком глобальном, социальном, ведь если вспомнить большевиков, которые мечтали о том, что вот они построят коммунистический рай, и в принципе вот они ждали от людей, что люди будут с огромным энтузиазмом работать на самих себя. То есть вот каким должен быть коммунизм. И первое же столкновение вот с реальностью оказалось, что рабочие в принципе не хотят. Они хотят получать зарплату, но работать как можно меньше. Крестьяне бы хотели просто вот заниматься своим делом, чтобы их никто не трогал. И вот это опять-таки вот разочарование, можно вот даже в ленинских письмах, документах, вот заметить вот момент какого-то чудовищного разочарования в людях. Как же так? Я же вроде бы видел это этим. И здесь вот не проявив гибкость, наоборот, стали подстраивать под себя. То есть не хотите, заставим. Я думаю, что когда вы говорите об этих большевиках-идеалистах, потому что идеалистами была такая небольшая часть, причем их идеализм был своеобразный. То есть часть населения, которое изначально не годилось под идеалы, их надо бы израсходовать, а с остальными уже иметь дело. Только потом приходилось и с несознательными рабочими матросами кронштадтского мятежа, и с антоновским мятежом крестьян. То есть там, в принципе, потихонечку круг расширялся репрессируемых. Ну, видите, что такое власть? Тоталитарная власть. Как раз есть очень много инструментов, чтобы реальность подстроить под свои представления. Когда у тебя в руках армия, оружие, большое количество денег и средств, власть начинает менять реальность, не спрашивая, нравится тебе это или нет. Это не только у большевиков. Я думаю, что это очень много где. Это немножко другая история. Да, да, да. Ну, я просто к тому, что я говорил конкретно об одном человеке. Я думаю, что ленинские представления, читая сейчас период много было биографии Ленина, изданной, в частности, вот «Пантократор солнечных пылинок» была очень прекрасная, Данилкина книга, где он как раз говорил о том, что у Ленина перед революцией были вот эти вот какие-то такие идеалистические представления, что люди сами смогут вот как-то устроиться. То есть вот, ну, каким должно быть вот государство будущего? Оно столкнулось с жесткой реальностью, и вот это была во многом его тоже личная какая-то вот катастрофа, которую он пережил, что реальность не такая, как он представлял себе. То есть его ожидания вот разбились. Идеалист, наделенный огромной властью, это страшный человек. Потому что обычно, когда человек в своей частной жизни терпит крушение неких идеалов, он должен под них подстраиваться, под эти изменившиеся правила. А человек, наделенный властью и множеством инструментов, у него есть возможность подстраивать реальность под себя, не считаясь с интересами людей. Кто это говорил? Пол Потт, по-моему, в Камбольже. Что если для построения коммунистического общества надо будет там из четырех миллионов населения убить миллион, это вполне достаточная цена ради этого светлого будущего. Что, в общем, попытался людей убить, светлого будущего не достиг. Но мы говорим, к счастью, об обычных людях. Так вот, есть люди, у которых ожидания подстраиваются. Подстраиваются у нас у всех, наверное, в детстве, в юности всегда ощущения того самого светлого будущего. И да, разочарования к нам приходят. Не то, чтобы они ввергают большинство и нас в депрессию. Но мы начинаем возрослеть и понимать разницу между детскими фантазиями и реальностью. То есть кто-то свои фантазии учится воплощать в жизнь, находя инструментарий для этого. То есть не навязывая их, но создавая свою жизнь так, как он и мечтал. Всегда плохо с теми, кто пытается свои фантазии взять кому-то другому. И здесь тоже. Те, кто помоложе, более или менее легко приспосабливаются. Те, кто постарше, ну вот, если какие-то социальные катаклисты, давайте вспомним 90-е годы, когда вдруг выяснилось, что люди с высшим образованием, чем-то похоже, как Лариса, никому особо не нужны. Что приветствуется предприимчивость, приветствуется возможность отбросить все, чем ты жил, начать делать что-то новое. Не важно, поехать торговать в Польшу, или подаст в какие-нибудь криминальные структуры, или начать какой-то бизнес с нуля и так далее. Ну, там люди с адаптивными способностями в этой гонке побеждали. Но мы с вами, наверное, хорошо помним, сколько было тех самых поломанных судеб, людей, которые так и не смогли адаптироваться. А чем люди старше, тем ниже у них адаптационные способности, тем меньше у них та самая гибкость физическая и психологическая возникает, так называемая, ригидность, жесткость, негибкость. И пойди человеку, скажи, что все, чем он жил, даже все эти идеалы, которые он жил, оказались неправдой. Что должен что-то изменить. О чем, кстати, говорила тоже Лариса, что вот, в принципе, выпускаюсь из институтов, многие, ну, вот, мечтали о жизни. У меня, кстати, совпало, вот это время с началом 90-х, то есть, вроде бы, нас готовили к одной жизни, а вдруг мы оказались совершенно в другой реальности. В другой жизни. И опять, насколько я помню, жизнь при советской власти, золотых гор никто не обещал, обещали идеалы. Говорили о том, что, вот это ведь слова из тех времен, рвач, торгаш и так далее, это человек, который хочет зарабатывать, приобретать, вот это не очень хороший человек. Он не думает об идеях, о светлых. И в чем-то это правда. Люди, которые всегда целиком сосредоточены на исключительном потреблении, наверное, это не очень хорошо. Другое дело, что, в общем-то, советская власть не делала тебе особого выбора в этом вопросе. Ну да ладно. Что происходит с нами? Люди, которые вдруг обнаруживают, что их дети совершенно не то, чем они хотят их видеть. И кто-то начинает пытаться понимать этих детей, пытаться вслушиваться в них, пытаться осознать, что твои фантазии и мечты о будущем твоих детей – это твои проблемы. А реализация – это их жизнь. И ты или начинаешь уважать их желания и пытаться понять, что, возможно, твой ребенок не выберет ту карьеру, которую ты ему предназначил. А, возможно, твой ребенок не будет дружить с людьми, которые тебе… Скажут, ты хотел бы дружить, а те, кто выбирает, они кажутся тебе совершенно недостойными внимания. И еще множество всего. И вот здесь речь идет о, в первую очередь, адаптационных способностях родителя. Потому что, когда он пытается, исходя из принципа «я старше, я умнее, я жизнь прожил», объяснять ребенку, как он должен жить, что он должен любить и чем он должен интересоваться, начинается сбой. И иногда люди пытаются добиться своего насилия. Вот, упоминаемый мной психически больной человек, который пытался именно радикальным насилием наказывать людей за несоответствие его ожиданиям. Здесь речь не идет об убийствах, здесь речь идет о жестких войнах, конфликтах, о навязывании ребенку. Даже не то, что человеку ребенку не пытаются, и иногда пытаются, но как будто подразумевается, что ребенок должен же понять в итоге. То есть человек не сомневается в своей правоте, не сомневается в том, что он и должен являться тем самым авторитетом для ребенка. В этом момент человек не задает себе вопрос, а как ты прожил свою жизнь? Вспомни себя в подростковое время. Вообще, ты правда доволен всем, что ты построил, и если бы у тебя была возможность, мог бы поступать как-то по-другому. И это касается, на самом деле, семей, отношений с детьми, отношений в семье, где, допустим, отец является, или мать, является очень авторитарной фигурой, которая многого в жизни добилась, и считает, что является образцом для подражания всем остальным. Причем не просто, а обязательным образцом. Другие даже не рассматриваются. И здесь возникает неизбежное разочарование, причем двухстороннее разочарование. Родитель разочаровывается в детях, которые, по его мнению, не соответствуют никаким его ожиданиям, и превращаются, опять же, по его мнению, в неудачников, а к детям неизбежно приходят разочарования в родителях. Потому что дети растут, как бы ты их не пытался вти в свои рамки, и они начинают понимать, что папа или мама вовсе не идеал, что папа или мама – человек достаточно узкой картиной мира, и не понимая, что в мире так много всего меняется. И вот это двустороннее разочарование, к сожалению, у него есть одна очень неприятная... У него есть неприятные последствия. В худшем случае люди теряют способность договариваться. Люди теряют близость друг к другу, они взаимно разочарованы, они обижаются. А в каком это возрасте происходит? Примерно подростковым? То есть вот ребёнок, обычно считается, что ребёнок где-то с 13 лет становится проблемным, когда, ну вот как в анекдоте, мама знает всё, мама вдруг сменяется, вот мама ничего не знает, а потом придёт, конечно, мама в чём-то была права. Во-первых, в наше время, мне кажется, уже где-то много где писали, подростковый возраст, он вообще увеличился, он раньше начинается и позже заканчивается. То есть сейчас уже 10-11 лет начинается подростковый возраст. То есть это вот то время, когда вот, ну, начинает вдруг переосмысливать, осознавать сам себя, всё-таки... Воевать. Воевать за границей, воевать за свободу. Контакт современного ребёнка с реальностью через интернет, через социальные сети превосходит скорость понимания его родителей. То есть родители уже не понимают, как быстро ребёнок начинает черпать знания из других источников. Хорошие или плохие это знания, это отдельный вопрос, но он их черпает. Он их черпает, и всё, что ты можешь сделать на самом деле, это пытаться честно признать себе, что ты чего-то не понимаешь и что у тебя есть простой выбор или ты хочешь остаться для ребёнка близким человеком и доносить до него какие-то свои вещи спокойно, не только рассказами, но и каким-то собственным примером, надеясь, что ребёнок поймёт и это подействует. Может, не сразу, может, через годы. Или ты можешь занять ту самую ригидную позицию, кто не с нами, тот против нас, если не по-моему, иди же и сам, и так далее, и так далее. Ту же ригидную позицию может занять и ребёнок, который хочет воевать, который хочет сражаться. У него есть огромный пласт информации, кто-нибудь черпает поддержку. Информация о том, что он ребёнок и никому ничего не должен, информация о том, что его чувства должны быть в центре внимания. И в какой-то момент ребёнок тоже пропадает желание договариваться. Сейчас начинается война. Вот здесь такой хороший вопрос, когда ребёнок пытается воевать, а война его, в общем-то, в коротком сроке, она бессмысленна, потому что у неё нет сил на эту войну. Вот здесь, когда опять оба с обеих сторон нарушают идеальные представления друг о друге, возникает конфликт, и единственный концерт конфликта – это то, что основано на любви и разговорах, никак иначе. Это когда мы говорим о детях. Если мы говорим об отношениях партнёрских, когда люди в паре находятся, это мужчина-женщина, это мужчина-мужчина-женщина-женщина, как угодно. В наше время этот круг, представление, что такое пара, он значительно шире. Там становится всё ещё сложнее. И сложнее, и проще. Потому что, когда человек пытается подстроить второго под свои сознательные и бессознательные представления о том, что такое семья, о том, как надо относиться к нему. Ну, есть вот, мне очень нравится всегда такая распространённая история, когда начинает молодой мальчик, студент, начинает встречаться с девушкой или жить вместе с девушкой. Они оба учатся, им оба где-то подрабатывают. Но он говорит, я мужчина, и всё будет именно так, потому что я мужчина. И это такая фраза из времён более патриархальных, когда мужчина на себе нёс основной груз заботы о себе, снабжения семьи, зарабатывания денег и так далее, и так далее. Но этот мальчик, который не является тем самым патриархальным мужчиной, является просто мальчиком. Но у него есть образ, которым надо соответствовать его картинки мира. Он должен играть в сурового папу, а девушка должна соответствовать тому, что возможно было в его семье или в том, что когда-то было прочитано. И она совершенно не обязана этому соответствовать. Я говорю, потому что мы оба работаем, мы что-то делаем. Почему он, почему он должен на тебя слушаться? И здесь опять возникает вопрос, насколько гибки оба участника, насколько они способны вступать в переговоры и избегать этих неизбежных разочарований, которые возникают на каком-то этапе. А что нам делать с этими разочарованиями, неизбежно возникающими конфликтами? Во-первых, очевидно, каждый из нас способен, когда у него есть точка зрения, взгляд на что угодно, на отношения с детьми или с мужем, или с женой, или на отношения в государстве, политические, даже с политическим взглядом, как мы сейчас знаем, это очень болезненная тема, и люди воюют не на шутку и тоже теряют способ с компромиссом. Мне кажется, всегда первый и самый важный вопрос, который стоит себе задать, «А с чего я взял, что я прав? А почему я думаю, что те представления, которым должны соответствовать окружающие меня люди, верны?» И вообще задать себе вопрос, «А откуда у меня взялись эти представления? Откуда у меня взялась именно эта картина мира?» Это требует некоторого необычного для многих усилия посмотреть на себя со стороны и задать все вопросы. И, возможно, мы обнаруживаем, что вот эти утверждения взяты откуда-то из глубокого детства, когда папа, мама, дедушка, бабушка говорили, что надо так, чтобы быть хорошим мальчиком, надо быть таким, чтобы быть хорошей девочкой, надо быть такой, что вот эти люди плохие, а эти хорошие. Неважно, это друзья семьи, знакомые. Это впитывается с детства как аксиома. Это не требует доказать, что сказали те, кто старше тебя, умнее тебя и любят тебя. И все это делает для тебя авторитетами. И вот, когда мы начинаем задавать себе вопрос, откуда и почему пришли наши взгляды, мы можем делать всякие интересные открытия. Далее, этот тревожный звоночек, когда вокруг тебя с самыми разными людьми возрастает уровень конфликтности. То есть, есть конфликт, есть ссора. Если этот конфликт с самыми разными людьми или ты приходишь уже в вторые, третьи, четвертые отношения, они все протекают по одному и тому же сценарию и заканчиваются одинаково, очевидно, вопрос стоит, который задать себе, это со мной что-то не так или с моим партнером что-то не так. И тут вопрос имеет много ответвления. Почему я выбрал именно этого партнера? Почему наши отношения складываются именно таковым образом? То есть, нам куда легче, на самом деле, подействовать в первую очередь на себя, нежели на вторую сторону конфликта людей или вообще реальность, окружающую нас. был чей-то фантастический рассказ, где был чей-то дядюшка, который сказал в какой-то момент, там, можно сказать, там гора, он сказал, нет там никакой горы, никогда не было. Посмотрели, и правда нет горы, она исчезла. То есть, за словами дядюшки, стали исчезать вещи, в которые он не верит. По-моему, срочно ударили чем-то по голове, чтобы сохранить мир. Но вот, к счастью, вокруг нас нет людей, способных вот так вот стирать те куски мира, которые не соответствуют их представлениям. Но, если мы выбираем себе в партнеры такого человека, недалеко, сегодня у нас мой пациент, который обнаружил, что вот ее нынешний партнер очень похож на ее бывшего мужа, который принес ей немало слез, разочарования и так далее. И это все тот же вопрос, почему мы выбираем таких людей? Почему мы расстраиваемся из-за того, что они нас разочаровывают? Почему мы не способны или искать компромисс, или, если видишь компромисс, ну, увы, невозможно, уходить из этих отношений? Из отношений с... Может, из отношений с партнерами. Можно же сменить страну и место проживания, уехать в страну с другим строем и другими отношениями. Изменить отношения с собственными детьми сложнее, изменить отношения с самим собой еще сложнее. Но это именно то, с чего нам стоит начинать. Алиэль Резник Мартов и программа «Диагноз недели». До встречи в следующий понедельник. Всего доброго. Радио Болтком